На календаре 18 января. 18 января 1891 года на страницах Самарской газеты была опубликована информация о начавшихся на одном из заводах Самары так называемых чайных волнений. Здесь взяли за правила выдавать рабочим жалования не деньгами, а чаем. И хотя чай этот не отличался хорошим качеством, отпускали его по баснословной цене. Возмущению рабочих не было предела, так как они были вынуждены сбывать продукт за бесценок, чтобы иметь на руках хоть какие-то копейки. 18 января 1920 года в Самаре состоялся общегородской субботник. Как писали местные газеты, на общественные работы вышли около 2000 человек. А в Сызране из-за снежных заносов сложилось катастрофическое положение на железной дороге. Поэтому рабочих со всех заводов города направили на расчистку путей. 18 января 1969 года в Куйбышеве завершили строительство первого 12-этажного жилого дома на проспекте имени Ленина. Со временем здесь вырос целый микрорайон. А когда-то на этом месте благоухал знаменитый молоканский фруктовый сад. Посадил его еще в позапрошлом веке самарский купец Акин Фиграчев, молоканин по вероисповеданию. 18 января поздравление с днем рождения принимает Геннадий Николаевич Гридасов, министр здравоохранения Самарской области. Также в 18 день января родились английский писатель, поэт, сказочник, придумавший Винни-Пуха и его друзей Алан Милн, советский актер и режиссер, педагог, народный артист СССР Борис Бабочкин, известный футболист, а впоследствии успешный российский футбольный тренер Владимир Федотов, выдающийся советский баскетбольный тренер Александр Гомельский, японский актер и кинорежиссер, писатель и телеведущий Такеши Китана, известный американский киноактер Кевин Костнер, популярный российский актер, режиссер, народный артист России Борис Невзоров, а также популярная грузинская и российская певица Тамара Гверцители и другие знаменитости. Евгения, Полина и Татьяна 18 января ждут гостей на именины. 18 января – крещенский сочельник или голодный вечер. Наши предки готовили себя к празднику, соблюдая пост, поэтому и вечер назывался голодным. Считалось, что снег под крещение приобретает особые свойства, поэтому его старались собирать и использовать в разных целях, в том числе и для исцеления от недугов. Для этого вечера существовало множество примет на погоду и будущий рожай. Звездное небо предвещало, что уродится хлеб, снегопад, что вызреет кречка, а метель, что будут хорошо роиться пчелы. Кроме того, метель в этот день означала и метель на масленицу. Сильные ветры с юга предвещали грозовое лето. Таким был историй этот день, 18 января. Отличного вам настроения, новых встреч и ярких положительных эмоций! Субтитры создавал DimaTorzok